Добрый день. Меня зовут Рубен Варданян. Мне 52 года. Я родин России армянскими корнями. Я хочу сегодня обратиться ко многим людям, потому что считаю для себя это очень важным. Я не как бизнесмен, тем более я не политик, а просто как человек, как отец, у которого четверо детей, который хочет остаться человеком вне зависимости от того, что происходит в мире, который хочет уважать в первую очередь самого себя. Я не знаю, сколько у меня осталось жить. Один день или много-много десятков лет, но я хочу жить так, чтобы мне не было стыдно на то, что я хожу по этой земле. И поэтому я для себя сегодня принял решение очень непростое. Обратиться к очень разным людям, к очень разным группам людей, которых я знаю или не знаю. Я хочу, чтобы мы все поняли, мы стоим на краю огромной пропасти, гуманитарной человеческой катастрофы. И это не вопрос национальной войны, это не вопрос территориальной войны, это вопрос сохранения человечества и сохранения базовых человеческих ценностей. Я в этом глубоко убежден. Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам, как гражданин России, не другого паспорта. Мы были с вами один раз на закладке камня бизнес-школы Сколково. Я всегда пытался быть хорошим гражданином России и делать все, чтобы Россия процветала бы. Я знаю, что вы, как лидер, можете делать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое. Я не знаю, какую информацию вы получаете, кто что вам советует. Но я хочу сказать, как человек, который представляет практически 3 миллиона армян, проживающих в России. Тех армян, о которых вы такой гордостью говорили не раз на встречах с армянской общиной. Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт непризнанной республики. Это не война между Арменией и Азербайджаном. Это намного все серьезнее. И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана. Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, а Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа. Потому что локальный конфликт в Карабахе это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется. И, к сожалению, она взорвется прежде всего в России. Я в этом глубоко убежден. Поэтому, Владимир Владимирович, я просто прошу вас, как человек, который является гражданином страны, где вы являетесь лидером, вмешайтесь в этот процесс. Я хочу обратиться к военно-политической элите России. Я не знаю, как вы относитесь к неначней власти Армении. Я не знаю, как вы смотрите на то, что происходит в Армении, в Азербайджане, в Нагорном Карабахе. Но я знаю одно. Если вы не сделаете то, что вы обязаны сделать, как люди, принявшие присягу, если вы не сделаете люди, как им попадающие просто морально-этическими ценностями, много-много десятков лет вам будет стыдно жить в этом мире. Я убежден, что среди вас есть огромное количество людей-патриотов, которые хотят, чтобы Россия была сильной и мощной страной. Но Россия мощная страна, может быть, только если она имеет мощных и сильных союзников. Не уничтожайте своих последних союзников, делая так, чтобы никто не верил бы, что с Россией можно быть реально сильным и успешным, а не слабым и униженным. Дорогая российская интеллигенция, я обращаюсь к вам, потому что вы тоже часть того, что происходит в этой сегодняшней ситуации. Да, когда в 88-м году прошлого столетия были страшные погромы, вы встали на сторону армянского народа. Сейчас, по прошествию десятка лет, действительно арцахский народ завоевал себе свободу и позволил себе построить свое будущее так, как он считал нужным. Да, для этого пришлось воевать, и очень много людей погибло. Да, мы победили в той войне, и это было действительно чувство гордости у всех того, что удалось отстоять свою историческую родину. Да, в этот раз не удалось снести все памятники и уничтожить все следы пребывания армян на арцахской земле. Да, Арцах стал успешным и развивающимся регионом. Именно поэтому я хочу, чтобы вы понимали бы, что поддержка сегодня не менее важна, чем тогда, когда вы поддерживали нас в 88-м году. И это сегодня стоит перед Россией выбор не просто поддержки христианского народа, а поддержки того, что люди имеют право жить на своей земле. Люди имеют право чувствовать, что они могут мирно жить и существовать с соседями. Я хочу еще раз сказать всем нам, мы не можем игнорировать то, что происходит в Нагорном Карабахе, в Арцахе. Мы не можем игнорировать то, что происходит в наших сердцах. Равнодушие – это самое страшное, что может быть. Страшнее равнодушия ничего нет. Как сказал великий человек Элли Визелл, лауреат Нобелевской премии мира, человек, переживший Холокост. Обратная сторона красоты – не уродство, а безразличие. Обратная сторона любви – не ненависть, а безразличие. И обратная сторона жизни – не смерть, а безразличие. Дорогие россияне, поймите, это не вопрос какого-то маленького местечкового конфликта где-то за пределами России. Это вопрос отношения к базовым человеческим ценностям. Я хочу обратиться к армянам, живущим в разных местах. И в первую очередь к руководству Республики Армения. Я с вами с кем-то знаком, с кем-то не знаком. Я не знаю, какие у вас отношения между собой. Какие-то хорошие, какие-то плохие. Но у вас нет шансов. Вы должны показать народу, что вы в условиях страшной войны можете преодолеть все свои личные амбиции, субъективные взгляды и объединиться вокруг одной единой цели. Мира, который должен наступить на земле Арцаха, на земле Армении и на земле Азербайджана. Потому что другого пути нет. И для этого в первую очередь и премьер-министр, и президент, и все руководство Республики Арцаха, и, конечно, президент Республики Арцаха, и военное руководство, и элита бизнесовая, культурная должна понять. Сейчас не время внутренних разборок, сейчас не время вспоминать, кто что сделал. И роль здесь лидера очень важна. Нам надо консолидироваться вместе, чтобы вместе решать эту проблему. Потому что поодиночке это невозможно решить. Я в этом глубоко убежден. Я призываю всех людей, вне зависимости от своих взглядов и отношений, забыть все это, оставить в стороне и соединиться. И сделать общие усилия для того, чтобы как можно быстрее в регионе наступил мир. Я хочу обратиться к молодым ребятам, армянам, живущим по всему миру, в первую очередь в технологических компаниях. Я знаю, как много из вас переживает и пытается участвовать в этом процессе. Дорогая наша светлая и успешная молодежь. Я верю, работающим в разных областях, не только в технологиях, что мы в этом очень многое. И в первую очередь не просто эмоционально, а реально технологически помочь Армении стать другой. Для этого вы должны на время забыть о своей карьере и о своих успехах. И стать рядом с армянским народом здесь через свои технологические уникальные знания и возможности. Я хочу сказать одно. Но у нас, у армян, живущих по всему миру, нет другого шанса. Если мы сейчас не поможем нашим соотечественникам здесь, в Армении, в Арцахе. Сделать так, чтобы наступил бы мир. Мы не сможем жить нормально, быть успешными, счастливыми. Никогда, ни в одной точке земного шара. А теперь я хочу обратиться к нашим соседям, Грузии. Вы знаете, в моих жилах течет грузинская кровь, которой я очень горжусь. Это кровь рода Херхеулидзе. Род, который в 1625 году 9 братьев погибли за веру православную, христианскую. И это факт, который сделал их святыми. Я хочу вас призвать. Не делайте того, чтобы потом было бы стыдно, что вы не сделали то, что надо делать нормальным людям. Не делайте так, чтобы потом, десятилетиями, вы пытались бы объяснить, почему вы это были вынуждены сделать так, как вы делаете сейчас. Это страшно смотреть, как вы передаете сами себя. Пожалуйста, дорогие братья, не делайте того, чтобы вам самим потом было бы стыдно. Я хочу обратиться к другим соседям нашим, азербайджанцам. Поймите, каждая пролитая кровь, каждая смерть, сегодня наступившая на военных полях, отодвигает еще на один шаг возможность нашего мирного сосуществования. Я хочу обратиться к азербайджанцам и сказать, так получилось по жизни. У меня есть друзья азербайджанцы, у меня есть знакомые, есть смешанные браки. И я уверен, что соседи должны научиться жить вместе, как бы это ни было тяжело. Но каждая смерть, каждый военный конфликт отодвигает это на многие десятилетия назад. Поэтому я призываю всех азербайджанцев, в том числе, точно так же, как и армян, понять, какой бы долгой ни была война, потом наступает мир. Нам надо вместе будет жить. И это неизбежно. Нам надо изживать ненависть. Мы должны жить в регионе, где мы должны научиться сосуществовать. Я хочу обратиться к мировому сообществу. Я знаю, что есть много проблем. Пандемия, экономический кризис, выборы, политические дебаты, референдумы, смена власти. Все это, конечно, очень важно. Но я хочу вам сказать, именно сегодня, как много-много десятилетий назад, в Арцахе решается будущее мира. Я глубоко убежден, что если мировое сообщество проигнорирует в очередной раз эту, каким кажется, маленькую проблему небольшого народа, она получит бурю, которая снесет огромное количество стран и поменяет весь миропорядок. Я в этом убежден, как человек, который видел это, как не один раз наступало, то, что кажется, маленькая проблема, она превращается в огромную геополитическую атастрофу. Вы должны делать все, чтобы остановить эту войну. Вы это не делаете. На сегодняшний день, на восьмой день военных действий, вы не приложили все усилия, чтобы остановить военную кампанию. А это можно, это точно можно сделать. Я призываю всех, руководители всех стран, очнитесь и постарайтесь сделать все, что в ваших силах, чтобы война остановилась бы. Чтобы можно было похоронить погибших и вылечить раненых. Надо решать вопрос за мирным столом переговоров. И в конце я хочу обратиться уже просто к нашим солдатам, нашим женщинам, матерям, женам, сестрам, дочерям. Просто к армянскому народу. Я горжусь, что я армянин. Я счастлив, что такие ребята, как те, кто сейчас стоят и бьются насмерть, живут вместе со мной. Я горд, что, несмотря ни на что, мы все вместе держимся и делаем то, что кажется невозможным. На самом деле, Блицкриг, который должен был состояться, не удался. Только потому, что просто обычные смелые ребята пожертвовали собой и остались на своих передовых. Только потому, что вы, дорогие наши женщины, рядом с нами, поддерживаете нас, не даете силы всем нам, чтобы мы бы не упали духом. Я хочу вам сказать огромное земное спасибо. Я хочу вам сказать, что это самое главное счастье, чувствовать силу своего народа именно в такие моменты. Спасибо, я с вами.